Привет, друзья! Как всегда, емкий обзор. Сегодня на недорогой смартфон Vivo U31, который предлагает поддержку бесконтактных платежей, Android 11, аккумулятор с увеличенной емкостью, тройную камеру, технологию быстрой зарядки на 18 Вт и процессор Snapdragon 662. Идеальный, скажете вы? Сейчас выясним. Подписывайтесь на канал. Поехали! Комплектация Упакован смартфон в коробку с минималистичным оформлением. Комплект включает силиконовый чехол, блок питания, USB-C кабель, скрепку для лотка и документацию. Внешний вид Классический моноблок, знакомый нам по флагманским решениям компании, про который я также рассказывал. Можете посмотреть эти ролики, ссылки наверху и в описании. Задняя крышка выполнена из пластика. Тут есть общая проблема с марким покрытием. Вообще же доступны две версии цветового исполнения. Черный асфальт и голубой океан. Последний вариант будет практичнее. Вместо глянца идет матовое покрытие. Также сам эффект градиента выглядит симпатичнее. Каркас телефона из металла, жесткость на высоком уровне. Крышка не продавливается. В верхнем углу расположен островок камеры, состоящий из трех объективов и светодиодной вспышки. Он выступает над поверхностью крышки. Обойтись без комплектного силиконового чехла можно, но с ним блок камер как-то более вровень. На нижнем торце Vivo U31 аудиоразъем под акустику и USB-C. Здесь же решетка динамика и отверстия основного микрофона. Сверху находится микрофон шумоподавления. Выдвижной лоток с двумя посадочными местами под nanoSIM и отдельное место под карту памяти microSD. Лицевая сторона защищена стеклом. Боковые рамки узкие. В верхней зоне островок с фронтальной камерой. Сканер отпечатка пальца совмещен с кнопкой включения. Срабатывает точно и быстро. Такое расположение удобнее, чем вывод на крышке или интеграция в дисплей. Многие производители, кстати, уже это поняли и повсеместно используют. Рядом с ним качелька регулировки громкости. Про экран. Используется IPS-дисплей с разрешением 2408х1080 пикселей. Это Full HD+. Диагональ 6,58 дюймов с соотношением сторон 29. Высокая яркость, позволяющая использовать его на улице в солнечную погоду. Присутствует частота обновления экрана 60 Гц. Хорошо настроенный цветовой баланс все это радует. Начинка. Работает Vivo U31 на базе платформы Qualcomm Snapdragon 662. Это такой же процессор, что стоит и в Poco M3. Актуальный процессор с хорошим уровнем быстродействия. В приложениях работает стабильно. В популярные игры можно играть на низких и средних настройках графики. Он не греется при продолжительной нагрузке. Во время длительной игры не наблюдалось просадок FPS. В России доступна версия с 4 ГБ оперативной памятью и 128 ГБ встроенной памяти. Связь. Есть модуль бесконтактных платежей. Это большой плюс в сравнении с конкурентами. Например, тем же Poco. Работает модуль корректно. Две сим-карты работают с одним модулем радиосвязи. С сим-картами российских операторов проблем не наблюдалось. Wi-Fi в двух диапазонах Bluetooth 5.0. Аккумулятор. Несъемная батарея с емкостью 5000 мАч. Она дает до 11 часов с максимальной яркостью экрана. В обычной эксплуатации этот сеанс зарядки один раз в два дня. В комплект идет адаптер мощностью 18 Вт. Про камеру. Основной модуль Samsung с разрешением 48 Мп и диафрагмой 1.79. Дополнен он 2 Мп портретным для размытия фона и 2 Мп макро. Между ними можно переключаться в приложение. В приложении доступен выбор дополнительных режимов съемки. Поддерживаются функции искусственного интеллекта с определением сцены и постобработкой. Фронтальная камера на 8 Мп. Есть опция HDR. Подойдет для видеосвязи. Видео пишет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Прософт. Смартфон работает на базе актуальной версии Android 11. Фирменная оболочка Funtouch OS 11. Возможности кастомизации и дополнительных настроек также есть. В сравнении с ранее изученными моделями Vivo проведены заметные оптимизации и улучшения. Подведем итоги. Vivo U31 в своем ценовом сегменте сочетает высокий уровень быстродействия и яркий Full HD Plus дисплей. А также длительное время автономной работы, бесконтактные платежи, хорошую проработку программного обеспечения, аудиоразъем под акустику, силиконовый чехол также есть в комплекте, интегрированный в кнопку включения сканер отпечатка пальца. К минусам отнесу маркое покрытие задней крышки и выступающий блок камеры. Поставьте обязательно лайк этому видео за старания, спасибо за подписку, впереди много интересных новинок. Пока-пока.